Заметки электрика У одних счетчиков на барабане счетного механизма расположена только целая часть кВт-часов, а у других помимо целой, как в данном случае, имеются и доли кВт-часов, которые при снятии показаний учитывать не нужно. Обратимся к ГОСТу 6570.641. Как видите, доли кВт-часов должны быть отделены от целой части окошечком, вот такой вариант есть, либо рамкой, выделенной другим цветом. Как видите, целая часть у нас выделена черным, а доли кВт-часов красным. И обязательно должны быть отделены запятой. Соответственно, при снятии показаний счетчика мы учитываем только целую часть, то есть цифры слева до запятой. Покажу вам еще несколько примеров выделения доли кВт-часов. Вот у нас счетчик с СА3У и 670М. Вот у нас 4 цифры, это целая часть. И доли кВт-часов отделены запятой, вот она здесь, и черным окошечком. Есть еще вот такой вариант, это СА3У и Т. Вот у нас целая часть у нас здесь состоит из трех цифр. И после запятой у нас идут доли кВт-часов. То есть, видите, даже два окошечка, выделенные, соответственно, красным цветом. То есть, все наглядно видно и понятно. Если же у вас электронный счетчик, то здесь еще проще. В показаниях на дисплее вместо запятой обычно ставится точка. А смысл остается тот же. То есть, учитываем только целую часть. То есть, все цифры до этой точки. Тем не менее, как бы ни казалось все просто и понятно, порой граждане потребителей при снятии показаний по ошибке не учитывают запятую. А значит, и доли кВт-часов считают как за целые кВт-часы. В связи с этим получают нереально большие счета за электроэнергию. Приведу несколько примеров для наглядности. Рассмотрим трехфазный счетчик однотарифный C6803V трансформаторного включения. У него, как видите, имеется 6 цифр на барабане. И у него запятая расположена после пятой цифры. А последнее окошечко выделено красной рамкой. Соответственно, при снятии показаний учитывается 5 цифр. То есть, 11656 кВт-часов. Далее рассмотрим трехфазный однотарифный счетчик C6803V прямого включения на 100 А. Как видите, у него на барабане имеется 7 цифр. И у данного счетчика запятой нет. Последнее окошечко у нас никак не выделено. На вот эти последние деления, на последние цифры не обращайте внимания. Это не говорит ни о чем, что эту цифру нужно отделять от целой части. Это входит в целую часть. Поэтому при снятии показаний здесь учитываем все 7 цифр. То есть, 4 кВт-часа. Вот аналогичный счетчик, только немножко в другом исполнении. И здесь при снятии показаний учитываются также все 7 цифр. И получается у нас 169 499 кВт-час. Вот еще аналогичный счетчик C6803V с такими же параметрами, только на 50 А прямого включения. И здесь аналогичная картина, то есть, запятых нет, учитываются все цифры. То есть, показания 93 137 кВт-час. Вот индукционный трехфазный счетчик C4 5178, у которого при снятии показаний также учитываются все цифры. Видите, последняя цифра у нас никак не выделена, ни рамка, ни запятой, ни другим цветом. Просто имеются деления, на которые, как я уже говорил, обращать внимание не нужно. Соответственно, здесь у нас показания 44 849. Индукционный трехфазный счетчик SA4 678. Также при снятии показаний учитываются все цифры на барабане. То есть, 23 531 кВт-час. Индукционный счетчик, индукционный однофазный счетчик SOE2-1 на 40 А счетчик. Как видите, на шкале никаких запятых нет. А, соответственно, при снятии показаний учитываются все цифры. То есть, 2675 кВт-час. А вот есть один интересный пример. Это Меркурий 231 АМ-01. Он немножко попадает под исключение из правил. Вот видите, на счетном механизме запятых запятой у него нет. Но при этом последний барабан имеет красный цвет. Видимо, производители Меркурия не соблюдают требования указанного в ГОСТа и ограничились выделением доли кВт-часов только красным цветом без запятой. Согласно его паспорту, первые 5 цифр указывают на целую часть кВт-часов, а последняя цифра на доли кВт-часов. И, соответственно, показания у него составляют 3833 кВт-час. Вот еще один однофазный индукционный счетчик SOI446 на 34 Ампера. У него запятых на шкале нет. И при снятии показаний учитываются все 5 цифр. То есть, 10732 кВт-час. В паспорте прямо указано в пункте 2.2, что расход энергии учитывается в кВт-часах по 5 цифрам счетного механизма. Для вот как раз нашей модификации 220 Вольт однофазной на ток 34 Ампера. Но, как видите, есть и другие модификации, где есть доли кВт-часов. Это аналогичный счетчик только для 17 Ампера. Ну вот на этом, пожалуй, и все. Надеюсь, я вам подробно объяснил, как правильно снимать показания со счетчиков, как правильно определять, есть ли на счетном механизме запятая или нет. Тем не менее, если у вас остались какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, к вашим услугам комментарии. Надеюсь, что данное видео было вам полезно. Ну, естественно, кому оно понравилось, то обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч!